Ну а Российское министерство внутренних дел рассказало, что может помочь эффективнее предупреждать преступления и что этому мешает сейчас. Ну что мешает? Ну, наверное, недостаточное финансирование, недобор кадров, устаревшее оборудование. Но это во всем мире так. Ведомство всегда просит у центра больше денег и жалуется на сложную жизнь. Вот во всем мире так, а у нас немножко не так. МВД утверждает, что не хватает информации о гражданах и просит предоставить полицейским доступ к нашим медицинским данным. Подожди, но это же нарушает врачебную тайну. Давай разбираться. Итак, издание «Коммерсант» сообщает, и еще в марте МВД в письменной форме обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В послании говорится следующее, я процитирую. «Просим оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией, и предоставляющих опасность для окружающих. Иными словами, полиция хочет заранее иметь доступ к медицинским данным граждан, еще не совершивших ни одного преступления. Но зачем все это нужно? В МВД приводят статистику за прошлый год. В письме говорится, что каждый третий преступник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А еще в суд направили более 7 тысяч дел о преступлениях, совершенных в состоянии невменяемости. И вот отсутствие информации о таких гражданах фактически лишает полиции возможности исполнять обязанности по предупреждению преступлений. Так считает в МВД. Ну, то есть, видимо, идея в том, чтобы поставить всех пациентов психо-алкодиспансеров, что называется, на карандаш и наблюдать за ними. Вот только у специалистов эта идея не вызывает массу вопросов. Это присвоение некоего ярлыка или надписи на лбу или чего-то в этом духе человеку Х, у которого есть либо психическая проблема, либо наркологическая, алкогольная, либо какая-то другая. Но эти все проблемы, они должны быть кем-то выявлены и кем-то зафиксированы. И все эти проблемы должны иметь правовое значение в каком-то виде. Поэтому создание подобных... Да, кстати, еще маленькая деталь. Наличие в подобной базе, ведь что может быть проще всего для современных злоумышленников ввести любого из нас в подобную базу? Да никаких. И кто его будет оттуда из этой базы выводить? Хочу напомнить один маленький эпизод из уже прошлой жизни, жизни Советского Союза. Диагноз шизофрения оставался пожизненным. Даже если он потом был 10 раз опровергнут. Мы сейчас находимся в ситуации информационного хаоса с огромным количеством информационных опасностей. Давайте не множить эти опасности для каждого из нас и для общества. Вообще желание полиции знать больше о гражданах, честно говоря, понятно. Но, во-первых, напомню, что еще в октябре мы рассказывали о подобной инициативе не всего МВД, а тогда только ГИБДД. Инспекторы просили Минздрав давать им данные о водителях, имеющих медицинские противопоказания к вождению. Опять же, алкоголиков, наркоманов, а еще слабовидящих. Подготовили даже законопроект для Госдумы, но рассматривать его не стали. Почему? Ну, тут причин много. Во-первых, уже есть федеральный закон о полиции. Он предоставляет правоохранительным органам право запрашивать информацию в связи с расследуемыми делами. Ну, а во-вторых, та самая врачебная тайна. Медучреждение просто не имеет права выдавать информацию о гражданах, не совершивших никаких преступлений без решения суда. Ну, я от себя скажу. Вот МВД утверждает, что треть преступлений совершается пьяными, но это же не значит, что человек алкоголик и что он состоит на учете. Может, просто выпил. И данных на него в алкодиспансере все равно не будет. Так что логики не вижу. Еще интересно, что думают юристы по этому поводу. Ты очень, кстати, упомянула госавтоинспекцию безопасности дорожного движения. Это подводит нас к следующей новости. И она тоже касается баз данных. Вот известие утверждают, что полицейские выступают еще с одной инициативой, а именно автоинспекция анонсирует создание реестра водителей. В этом реестре будет информация как о россиянах, так и иностранцах. Это важно. К массиву данных будут иметь доступ и потенциальные работодатели, автопарки, таксопарки, транспортные компании по замыслу. Благодаря этому они смогут сразу пробивать водителей при приеме на работу. То есть смотреть, было ли у них какие-то нарушения, когда их лишали прав, ну и так далее, и так далее. Что интересно, данные о водителях будут добавлять в базу только с их согласия. За это они будут получать право через портал госуслуг скачать электронную версию своих прав. То есть их можно будет не возить с собой. Правда, точные сроки реализации вот этой инициативы пока не называются. Ну, эта инициатива совсем другого порядка. Во-первых, тут ясна цели. Главное, это дело добровольное. Хочешь, чтобы ты числился в этой базе? Пожалуйста. Кстати, спрос ведь уже есть. В октябре Яндекс.Такси просили ГИБДД создать именно такой сервис. Но вот с врачебными базами данных все сложнее. Предлагаю обсудить идею ГИБДД с теми, кому она должна облегчить жизнь. Ну, по замыслу, по крайней мере. Подключаем к разговору председателя объединения перевозчиков России Сергея Владимирова. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я бы хотела уточнить для начала. Вот эта инициатива ГИБДД по поводу единой базы. Это творчество ГИБДД и только ГИБДД? Или есть запрос бизнеса? Будет необходимость в такой информации сейчас существует? Мы на самом деле сейчас обсуждали объединение на более двух часов. И, в общем-то, приняли решение, что это совершенно бессмысленно. Все данные у ГИБДД, во-первых, есть через справки. И здесь вообще непонятно, зачем им нужна такая инициатива. Мы всю голову сломали. В общем-то, не поняли. Так, а что насчет злостных нарушителей вот в тех компаниях, которые входят в ваше объединение? Их много? Ведется какой-то их учет? Ну, эта база есть у ГИБДД. У них это все в базе есть как раз. Злостные нарушители, они в базе ГИБДД стоят. Они могут посмотреть спокойно, сколько штрафов, сколько выписано, когда лишен, когда не лишен. Это все в собственной базе ГИБДД есть. Но речь-то идет о том, чтобы предоставить вам доступ к этой базе, чтобы вы при приеме на работу водителей проверяли наличие у них злостных нарушений. Вам эта информация не нужна? Нет, совершенно. Но здесь нужен профессионализм. А вот сколько человек нарушал правила, либо не нарушал, это не важно. Поступаться каждый может. Тем более, что у нас правила поставлены таким образом, что их не нарушать практически невозможно. Ни один профессиональный водитель не может не нарушить правил. К сожалению, у нас такое законодательство. А, вот так. То есть, если эта база будет создана, то угодить туда проще простого. Любому, по большому счету. Само собой, да. У нас законы ставятся не так, чтобы их урегулирование происходило на дорогах. У нас законы ставятся так, чтобы гражданин, либо водитель не смог их не нарушать. Таким образом, у нас собираются средства с граждан и с водителей. Значит ли это, что в случае появления такой базы, и если компании обяжут проверять информацию на предмет злостных нарушений, Москва может остаться без таксистов, например? Дефицит кадров может возникнуть? Ну, если обяжут, то да, дефицит кадров возникнет, поскольку нет ни одного профессионального водителя, у которых не было бы нарушений. Зачем ГИБДД вот эта инициатива? Скажу так, коррупционная составляющая здесь просматривается каким-то образом? Заплатил, не попал в базу? Ну, у нас, к сожалению, вообще любая инициатива сейчас построена на коррупции. Поэтому, скорее всего, да, здесь получается так, что проплачиваешь здесь же навиком на посту, тогда не получаешь штраф. Вот как-то так. Я так понимаю, что перевозчики, если эта база будет создана, перевозчики не готовы сверяться с этой базой данной при приеме людей на работу? Или они будут готовы это делать только если будут введены какие-то меры ответственности? Если за роль будет допущен человек, который не имеет права там находиться? Да, здесь вообще все очень интересно. На самом деле, у нас идет законотворчество в разрез вообще от общества. Общество вообще все равно. Никто все равно не будет лазить в эту базу, никто не будет смотреть. У нас совсем схема работы работает по-другому. У нас законотворство работает в каком-то другом пласте, а люди совсем в другом пласте. Поэтому о чем они думают, непонятно. Никто не понимает, наверное. Как это может сказаться на бизнесе каршеринговых компаний, если и им придется проверять своих клиентов? Ну вот про каршеринг я, к сожалению, не могу ничего ответить, но я думаю, что каким образом они могут вообще проверять клиентов, даже по каршерингу. Каршеринг тогда просто элементарно будет терять свой бизнес таким образом, потому что, ну, тоже как бы чистых идеальных людей нету. А смотрите, сейчас говорится о том, что попасть в базу данных можно на добровольных началах. Если ты туда попал, то тебе выдаются электронные права. Это как, эффективный пряник? Электронные права, я думаю, что наоборот не пряник, а сталкивающая вещь, поскольку это то, что у нас пытаются сейчас на электронные права затянуть, на электронный ПТС на автомобиле, там, не знаю, электронный паспорт. То есть это один с щелчком пальцев, либо один сбой программного обеспечения, и человека просто не существует уже на этом свете. То есть ты оболочкой ходишь, а у нас без бумажки ты не человек. То есть здесь наоборот это не пряник. Это будет отталкиваться. Пока ни о каких сроках речи не идет, вы вообще верите, что эта единая цифровая база будет создана? То, что будет вложено в нее, большая масса наверняка бюджетных денег распилена, я верю, а по поводу создания, навряд ли. А по поводу того, что она каким-то образом сработает на безопасность на российских дорогах? Нет, на безопасность это вообще никаким образом не сработает. Это совершенно бессмысленно. На безопасность дороги у нас может срабатывать только одно. Это сама дорога, сама инфраструктура на этой дороге. А у нас, к сожалению, правительство оторвалось. У нас инфраструктура ниже минимума, грубо говоря. А они все пытаются в цифровую. Вот в цифровую у нас правительство, да, кнопочки жмешь, и как-то что-то там у них, что-то получается. А на дороге все что-то происходит совершенно по-другому. Ну что ж, спасибо вам большое, Сергей Владимиров, председатель объединения перевозчиков России в программе «Что это значит?». Обсудили идею ГИБДД создать единую базу злостных нарушителей. Впрочем, никаких сроков не назвали. Ну и чем это все может обернуться, пока тоже непонятно. Ну и еще одну инициативу МВД, вернее, не еще, а еще один аспект инициативы МВД, по медицинским данным, он есть, и мы его пока не обсудили. Как будет храниться информация о гражданах? И не утечет ли она в какой-то момент прямиком в свободный интернет? Это и правда важно. Обсудим чуть позже, тем более повод есть.